Здравствуйте, уважаемые зрители живого телевидения! Здравствуйте! Я Эдуард Шульман с очередным уже ноябрьским хронотопом. Сегодня только три текста, но один достаточно длинный. Начну поэтому с самого короткого. Про бедную девушку. С ней что приключилось? Потеть, видишь, стало. Веси, конечно, теряет, высохло. К гаторам кинулось, руками разводит. У вас, говорят, по анализам исключительное здоровье. Рентген показал, сто лет проживёте. Согласно же флюорографии, а в Питере, на речке Карповке, напротив квартиры музея, где в 1917 году революционные решения принимали, монастырь стоит. Там, рассказывают, Иоанн Кронштадтский служил. И по всему объёму на красных кирпичных боках белые кресты понаставлены. Мело святое место, чтобы молиться. Девушка била поклоны, била, умаялась, упарилась и пошла через мостик передохнуть. В музее-то поутру не души, тихо, прохладно. Сел на стульчик, сидит. Вся мокрая. Тут служительница, что бюсты статуи обметает, глазки ей и протёрла. Это, милая, ближние тебе подсуропили. Вот которые самые близкие, вот они. А девушка сирота. Отец от элементов сбежал, так и бегает, мать умерла, только и знает про себя, что Русей зовут. Воротилась в Москву, пошла к соседке-старушке. Вдвоём они в коммунальной квартире мыкались. Так, мол, и так, Владелена Ильинична, я к вам с детства привязана, вы и маму мою застали, может, и папу видели. И нет ли, скажите на милость, каких-никаких родственников, что хворость на меня напустили? Полотенцем бедное утирается. – Нет. – Владелена Ильинична отвечает. – Нету. – А порчу, Русенька, я на тебя навела. Я, говорит, ведьма. И чтоб сноровку не утерять, надобна мне практика. А ты аккурат под руку и подвернулась в годовщину Октябрьской революции 8 ноября 1953 года. Скончался в Париже лауреат Нобелевской премии последний классик Иван Алексеевич Бувнин. Через много лет 8 ноября 1983 года переписал я поздний его рассказ «Темные аллеи». И вот, послушайте, что получилось. Местный мезальянс Барин полюбил дворовую, но взамен того, чтобы предъявить ей свои мужские достоинства, взялся учить русской грамоте, французскому языку и арифметике. Последнее давалось легко и девушка перебнажала в уме трехзначные числа. Случись тут опытная клюшница, все завершилось бы обыкновенным порядком. А так, распаливши возлюбленную глаголом «эмэ», барин застал ее в объятиях кучера. Молодых с горинча обвенчали. Господин напутствовал по-отечески. «Плодитесь и размножайтесь!» Поднявши глаза, невеста спросила, «А умножать, барин, насколько?» Веселый же кучер, тряхнувший кудрями, внезапно запел «Не горюй, не плачь, детинка!» «В нос попала кофеинка!» «А вось проглочу!» Герой наш вернулся в полк, храбро сражался с горцами и в крепости Грозной получил такое письмо. «Милый барин, я убираю у вас в кабинете, а меня прогоняют на скотный двор, милый барин, когда вы приедете?» послание на листке из учебной тетради ниже спрягался тот самый глагол «эмэ» только по-русски. «Я люблю, ты любишь, вы любите, они любят». Барин исправил ошибки и распорядился слуг не менять. Спустя полтора года непосредственно на позицию в селении Чир-Юрт по-надречкой Сунжей явился беспечный кучер и, повалясь в ноги, умолял сдать его хоть в солдаты, а жить с гулящей он не согласен. Барина в аккурат ранили. Свой человек оказался кстати и тотчас отбыли они на минеральные лечебные воды. Там произошел эпизод, хорошо известный по классической литературе. В Кисловодске подле источника барин обронил кружку. Кучер кудряш зазевался, и юная черноокая княжна метнулась помочь. Издали наблюдал за ними одинокий поручик в мундире тенгинского пехотного полка. Низкорослый, кривоногой, с большой головой, ничем не обнаруживая себя, вдруг улыбнулся столь белозубо и ослепительно, что барин с княжною уставились в небеса, но солнце и снеговые вершины были за тучами. К дождю объявил рассеянный кучер. Увечная нога не дозволяла пеших прогулок. Княжна и барин катались в коляске по ухабистой местности. Кучер, восседая на козлах, ласково напевал «Не тужи, не плачь, детинка, в нос попала кофеинка, а вось проглочу». «Гони!» командовал барин. Коляска мчалась под гору, накренясь и прыгая по камням, княжна хватала барина за руку, закатывала глаза, дыхание пресекалось, лицо горело. Так доскакали они до церкви, до свадьбы, до имения. Среди призванных мыть полы «Была была и та кабинетная горничная, кучером оставленная жена, в меру округлившаяся, явно уже на сносях, возилась с ведром и тряпкою, подоткнувши подол и ловко двигаясь задом наперед. не глядя на плавное колыхание, барин обдумывал прошение об отставке. Смеясь и воракуя, на французский манер влетела молодая супруга и увлекла мужа в гостиную по неотложному делу. Как переставить мебель в нетерпении и настойчивости топала ножкой от волнения уклоняясь поцеловать? Для мациона верхом спрошением об отставке направился барин в губернский город, где хлебосольные родственники и казенная нерасторопность удержали его противу ожидания на неделю. Воротившись в усадьбу, нашел он жену в добром здравии, в счастливых, при светлой улыбке, слезах, струящихся, как грибной дождик в ознаменовании натуральных признаков чаемого наследника или наследницы. Бедовый кучер припевал да насвистывал, а брюхатая кабинетная девка сослана была в лесное село. Перед тем ее наказали за дерзость с непослушанием. Чтобы не повредить будущему младенцу, настелили соломы, вырыли в земле аккуратную ямку, куда без тесноты и помехи опустили раздутый живот и кучер, взмахнувши розгою, поучил гуляну жену. Не горюй, не плачь, детинка, в нос попала кофеинка, авось проглочу. Не откладывая, в тот же день барин выправил отпускные, но кучер, упавший в ноги, остался при нем, а бывшая горничная пришла за свидетельством. Укутанная в платок, статная, как до замужества, молча забрала вольную и глубоко поклонилась. Ребеночка, говорили, будто бы скинула. Барин опять поступил в полк. Воевал на Кавказе, усмирял мадьяр и поляков, отличился в Крыму, пленил Шамиля, заслуженным генералом одолел турка, похоронил жену, пристроил детей, почти разорился и на осенней промозглой дороге, заплутав и намаявшись, разбронившись с кудрявым седобородым кучером, наехал негаданно на трактир. Из жилых комнат вышла хозяйка, полная, с толстой, как черная цепь, тяжелой косой, которую по моде уложила короной, в длинном до пола платье, медлительно проплыла, величаво кивнула, осведомись совершенно мужским голосом, угодила ли с обедом. Генерал поблагодарил. Хозяйка присела, обратив к гостю внимательное лицо, темные, неподвижные глаза, крупный, с горбинкою нос, от ровного дыхания шевелились над верхней губой белые редкие волоски своею широкой пухлой ладонью накрыла хозяйка сухую генеральскую ручку и, как после долгого пути, ощутил барин желанный покой, домашнее родное тепло. Уже в коляске похвастался кучер, что хозяйка владеет на тракте всеми трактирами и постоялыми дворами, сама ведет расчетные книги, не нанимая. Кучер запнулся бух галтера, а доходы с расходами содержит в порядке у себя в голове и постучал согнутым пальцем полбу. башката варит, а ноги опухши, кучер почмукал на лошадей, коли помрет, капитал завещала, мне достанется законному. что ж, с усмешкой подумал барин, дуракам счастье. вот и конец. Вы бы, говорит классик, закрутили целый роман, а я просто изложу факты. Наша цель не состязаться с классиком, а привлечь к нему в меру отпущенных слабых сил ваше благосклонное внимание. Раскройте темные аллеи и перечитайте. Тем более, что Бунин Аккурат 9 ноября 1933 года, 75 лет назад, удостоился Нобелевской премии. Перехожу к последнему достаточно, как сказано, длинному тексту. Прикоснусь к событиям 30 ноября 1939 года. Из радиообращения председателя Совета народных комиссаров Вячеслава Михайловича Молотова Граждане и гражданки Советского Союза. В последние дни на советско-финляндской границе начались возмутительные провокации вплоть до артиллерийского обстрела, приведшего к тяжелым потерям в красноармейских частях. Попытки нашего правительства предупредить повторение этих провокаций не только не встретили поддержки, но натолкнулись на враждебную политику. Нам ответили нахальным отрицанием фактов, издевательским отношением к понесенным жертвам, неприкрытым стремлением и впредь держать Ленинград под непосредственной угрозой. На той войне незнаменитой была когда-то советско-финская война. поэт величает ее незнаменитой. Будем и мы держаться этого термина. А как толковать его? Толкуйте сами. Я уж не помню, как все в точности было. Моя задача побудить вас углубиться в проблему. Но вроде бы мы обратились к соседям, мол, отодвиньте границу от Ленинграда. А те, блин, не разобрались. Огонь! И война начинается. Незнаменитая. одна дамочка попросила одного капитана про войну рассказать. Можно, он говорит, отчего ж? Я вам, гражданочка, боевые действия в натуре изображу. Вот, стало быть, мы наступаем. Раз! А теперь отступаем. А теперь наступаем. Очень энергичный был капитан. Знаете, как рыбаки на рыбалке пошучивают? Удовольствие с продовольствием. А тут война. Соседи в укрытии. Мы по открытой местности или, к примеру, на дерево заберется, на сосну, а ты внизу топаешь по просике. А у него винтовка снайперская. была там линия Маннергейма по финскому маршалу. Он еще в царской армии до генерал-лейтенанта дошел, и русский солдат был ему отчасти известен. Ну, и соорудил двенадцать рядов каменные надолбы, проволочные заграждения, где пятнадцать рядов, а где сорок пять. Противотанковые рвы, минные поля, а мы на лыжах и рукопашную. А те шпок, и ваших нет. Нету наших ясного. в троллейбусе было. Ветеран вспоминает. Я, ни почем не забуду, как финская война началась. Тридцатого, говорит, ноября 1939 Ветеран года. Ну и решили народ поберечь. На каком-то вроде заводе щиток выдумали для лыжников. Как, да что, это вы после узнаете. А покуда привозят они свою продукцию в министерство? Наркомат по-тогдашнему. Ведь что интересно, как одинаковые слова по-разному действуют. Министр, генерал, погоны. В 18-м году и положим в 48-м. Не понимаете? Ну, родителей поспрашайте. Бабушку с дедушкой колежевые в книжечки загляните. Хорошая конструкция, нарком говорит, одобряю. Только свяжитесь с военными, с Куликом. Он начальник управления, пусть и решает, а я поддерживаю. Созвонились. Идут. Едут на М-очке со своими приспособлениями. В Ивантеевке на рынке М-очка стояла. Обшивка, обивка ободрана, сиденьев нет, а шофёру стул обыкновенный поставили. И всякие овощные ошмётки валяются. Загрузят по Маковку, и пошла старушка. Танк, а не машина. Подножка чуть не с полметра, хоть автоматчиков укладывай, а на крышу пулемёт. Кулик был маршал, вроде Маннергейма, но, думаю, о моложе. И в старой армии дослужился до унтера. Была там такая должность в артиллерии – фейерверкер. Вот он и был фейерверкер. Говорят, Сталин встретил его в Царицыне в процессе известной обороны. Или вам она неизвестная? Ну, да. Вас ведь не подвергали раздельному обучению в мужской школе и не водили в кино на коллективный просмотр. Там Жаров Михаил Иванович казака играл. У него белые хату спалили, так он шашкою машет, да покрякивает, да поплёвывает. А артист Геловани стоит у окна в штабном вагоне ночью. Трубку сосёт, песню слушает, поёт где-то на путях, что ли, или в степи. народ поёт хором, эх, дескать, ухнем. А Сталин у окна стоит, и брови его чёрные от мыслей сдвигаются. Было, было о чём подумать. По нашей истории, что мы в мужской школе проходили, Колчак с Деникиным решили соединиться в Царицыне. А артист Геловани не дал. Пол города перестрелял спекулянтов всяких. Они в ресторане пировали, и тётенька перед ними дрыгалась. И я, говорит, люблю военных, военных, военных. И года, наверное, три вся наша мужская школа тётенькину песенку напевала. Вот какая была оборона царицына. А фейерверкер Кулик положение освещал, когда начальство меняли. Ну и прибился, и в маршалы вышел, и хвалит своё болото. А инженеры ему изобретение несут. Ага, он говорит, ого, а ваши хлопцы какое сомнение? Кругом вояки стоят, помощники, эксперты, подчинённые генералы. Извините за выражение. И у всех сомнение положительное. потому что про Кулика я наврал. Не начальник он управления, а прямо-таки заместитель наркома. Ну что ж, говорит, доложу Клименту Ефремычу. Глядишь, сразу и примет. Чего вам ещё прижать? Погодите, говорит, товарищ. Ждут. Появляется Ворошилов. Каждому подошёл, руку подал, представился. Ну и те, конечно, изобретатели. Иванов, Петров, Сидоров, Рабинович. Раскидали имущество, генералы ходят, оценивают, цэ-цэ-цэ, языком цопкают, ца-ца-ца. Это вы такой заслон выдумали. Крепится, и пуля отскакивает. Серьёзное дело, Ворошилов говорит. Надо с Вячеславом Михайловичем посоветоваться. С председателем Совета народных комиссаров, премьером по нынешнему, да ещё он по совместительству наркоминдел был, министр, блин, иностранных дел. А ведь поди ж ты, едут, на пять часов назначено. Тут уж М-кой не обойдёшься. ЗИС вызывают. Мама рассказывала, что такси до войны было двух типов ЗИС и Эмочки. И вот я всегда норовил покататься на ЗИСе, как всё равно чуял, что поездить на нём не удастся. Для большого начальства машина на воздвиженке отдыхают против метро от угла недалёка и шофёры в костюмах не пьющие газетку листают. На 101-м ЗИСе работал когда-то мой инструктор Худяков и по великой любви повесил на заднее стекло розовенькую тряпочку. А хозяин как рявкнет «Что я? Девок, что ли, вожу? Сыми!» И Худяков ещё пуще залюбил начальство. Молотов человек не военный. От Ворошилова информацию получает. Тому, если что, Кулик подсказывает. Кулику нарком броневой, наркому начальник главка и директор завода тут. При нём конструкторы. Весом щитка интересуются, стойкостью брони, результатами испытаний, как скоро будут их выпускать и в каком количестве. Вот что Молотов говорит, товарищи, задержитесь-ка вы в Москве. Думаю, Иосиф Виссарионович захочет посмотреть эту конструкцию. А я вам сегодня вечером позвоню. Когда-то я узнал, сколько стоило по официальному курсу индустриализация. Подсчитали, оказывается, в таком-то году не в деньгах на золото. Астрономы определяют расстояние между планетами световыми годами. А то чересчур огромные секстильоны получатся. По той же причине, наверное, финансисты статистики оперируют золотым рублём. И вот вышло у них три миллиарда этих самых световых лет чистого золота. А по весу сто сорок две тысячи пудов. Хороший такой тяжеловесный состав в сто сорок два вагона. А до революции весь золотой запас умещался в двадцати теплушках. Откуда же взяли такого лишку? Говорят, лес рубили. Построили на берегу бараки, привезли из других областей раб силу и заставили и заставили добывать пиломатериалы круглый год. Самая золотая жила человек – вы да я. А есть ещё некоторые двужильные. Вот и не спят, обедают в очередь, на телефон смотрят. Слушай, товарищ нарком, завтра поедете в Кремль, нарком говорит. Вас пропустят в кабинет товарища Сталина на полчаса раньше. Там никого не будет. так что заранее всё подготовьте. Ясно они говорят. Желаю успеха, нарком говорит. Спасибо они говорят. Не волнуйтесь, нарком говорит. А руки дрожат, а ноги не держат. К самому Сталину шутка ли? Рабинович небось глаз не сомкнул. Иванов храпел сильнее обычного. Петров порезался, когда брился. А проси дарова. Проси дарова. Придумайте сами. Мой Шурин спрашивает меня. Зять, для чего вы пишете? Получаете денежку на своей автобазе? Вам что, мало? И главное, никакого смысла, говорит мой Шурин в далёком году. дарова. это про вас, зять. Сказано у знаменитого Винера, что цитируют нынче на любом перекрёстке. есть, пишет Винер, кудесники сообщений, которым в сущности нечего сообщить. Представьте себе, зять, говорит мой Шурин, чокаясь со мной за субботним столом, лет через много, на кой чёрт нужны будут ваши сведения, которые в целом-то и не ваши, а сегодня. Кто узнает, что вы тут сочиняете, кроме меня? Выпьем, зять, у вас нет никакой перспективы. А тех-то к Сталину провели, никуда-нибудь в кабинет, не думали, не гадали, а как подхватило-то. Лыжи опять-таки на пол, щиток приладили, на краешке стула пристроились и, говорит-то, боятся. Не в смысле страха, а в смысле высокой торжественности. Сами раскиньте, о чем в этом кабинете. Сталину исполнилось шестьдесят. Вошел четким военным шагом, не торопился, но был деловит. Поздоровался и сразу к щитку. Встал перед ним на колени, повертел туда-обратно, осматривает. Дайте автомат, говорит. Кулик подал. Вернее, не так было. Как раз там нарком вооружений случился с автоматом. Принес образец показать. Вот и подал. А кулик рядом стоял. Но, чтоб нового человека не впутывать, пусть уж кулик подаст. А на самом деле, конечно, нарком никому автомат не доверит, из рук не выпустит. Да нет уж давно того наркома. Спит у кремлевской стены, а где кулик успокоился, смотри военную энциклопедию. Том такой-то, страница такая-то. Герой, участник испанских событий, лишён звания, восстановлен в звании. Сталин взял у кулика автомат и лёг на ковёр. лежал как на огневой позиции, вытянувши себя на лыжах и пригибая голову. Потом просунул автомат в щель и стал целиться. Глаза сузились. Несколько раз менял положение, пристраиваясь как стрелок. двигал броневую заслонку, будто бы наседали с разных сторон, вынимал ствол и снова запихивал. Было тихо, только лязгал металл по металлу и коротенький человек ворочался сбоку на бок, как зелёный бочоночек. Сталин поднялся, отдал автомат кулику и сказал, щель для стрельбы нужно сместить на 20 миллиметров. Вот здесь показал. Укрепить полочку, а то стрелок протянет руку за боезапасом, а плечо выйдет из-за броневой защиты. Снайпер сможет его прострелить. Иванов, Петров, Сидоров, Рабинович быстро писали в блокнотах. в последнее время, сказал Сталин, много ранений в пах. Часто атрофируются нижние конечности. Чтобы избежать таких поражений, надо удлинить открылки и защитить эту часть тела. Сталину подошел кулик и сказал надо обязать промышленность, поставить для армии и назвал несусветное количество щитков. Сталин взглянул на него с каким-то пренебрежением. На заводах тоже большевики есть, товарищ кулик. Они сделают столько, сколько сделать можно. И не думайте, что вы один отвечаете за вооружение армии. начальник главного артиллерийского управления кулик, цитирую, предложил накануне войны снять с производства 76-миллиметровую танковую пушку. Кончаю, цитировать. И тот нарком с автоматом, которого мы не хотели впутывать, он сам впутался. На заседании специальной комиссии объявил вы кричит перед самой войной допускаете разоружение армии. Ну и удалили его, изолировали. А кулик еще с минометом тянул, автоматы задерживал, пулеметы сократил, противотанковые ружья похерил. Это выходит он виноват, что Гитлер под Москвой очутился. Кулик виноват. Этакий блин козел. И пожав всем руки, Сталин вышел из кабинета. Кулик подскочил к директору завода. Ну сколько вы таких щитков сделаете? Такие делать нельзя. Директор говорит. Слышали, товарищ маршал, много замечаний у товарища Сталина. Надо разрабатывать новую модель. На том и порешили. Так и записали. А тут и война финская кончилась. Примечания. Фильм оборона Царицына снимали под Сталинградом летом 1942 года. При внезапной эвакуации бросили реквизит и немцам достался исторический броневик с оршинными буквами «Страшись, капитал! Булат и пулемет сокрушат тебя!» машину будто бы перетащили в Германию и демонстрировали на выставке трофейного оружия. Геловани Михаил Георгиевич народный артист СССР играл Сталина в театре и кино четырехкратный лауреат государственной премии. Жаров Михаил Иванович народный артист СССР герой соцтруда Винер Норберт американский ученый нарком с автоматом Ванников Борис Львович согласно военной энциклопедии один из организаторов оборонной промышленности генерал полковник трижды герой соцтруда не сказано только А что сидел и Б что еврей Кулик Григорий Иванович призван на действительную службу в 1912 году участвовал в мировой войне в ноябре 17 сформировал красногвардейский отряд в марте 19 руководил подавлением восстаний начальник артиллерии 1-й конной армии с ноября 1926 начальник артиллерийского управления окончил военную академию имени Фрунзе заместитель наркома обороны маршал во время отечественной войны командовал армией на Ленинградском фронте затем с понижением в звании генерал-майора гвардейской армии начальник главного управления формирования и укомплектования в мирное время заместитель командующего Приволжского военного округа а заправлял этим округом генерал-полковник Василий Николаевич Гордов совпадающий с Куликом не только годом гибели 1950 но и днем 24 августа генералов арестовали обвинили в намерении изменить родине совершить террористические акты в групповой антисоветской деятельности на суде ни Кулик ни Гордов не признали себя виновными отвергли как вынужденные вымученные свои показания на следствие оба однако присуждены к расстрелу в тот же день 24 августа 1950 года приговор приведен в исполнение через 6 лет реабилитированы установлено что дело сфальсифицировано а признания получены незаконными методами примечание к примечанию по другим данным Василий Николаевич Гордов умер в тюрьме 12 декабря 1951 года а жена Кулика Кира Симонич Кулик тайно как шпионка была арестована и расстреляна еще перед войной летом 1939 года я углядел в телепрограмме что 8 ноября прошла передача кремлевские похороны маршал Григорий Кулик наверное там тоже что ни что рассказали а наш рассказ опубликован лет 30 назад сперва в Израиле после в Париже ни в Советской ни в Советском Союзе ни в России не печатался закончу однако как всегда стихами то днем потеплеет то ночью то встали то вскрылись пруды и ты наблюдаешь воочию усилия ее и труды ноябрь и ей не до смеха раздела леса и сады но трижды от первого снега остались потоки воды как будто бы сила на силу как будто рычаг на рычаг и крутит и давит на силу осенний цветочек зачах безмолвно бесшумно не слышно вперед и обходом и вспять но если сегодня не вышло мы завтра приступим опять до свидания уважаемые зрители живого телевидения надеюсь встретимся в декабре в декабре Продолжение следует...